Прежде всего безопасность. Представители администрации Люберец провели обследование комплекса гражданских защитных сооружений округа. Под проверку попали 11 объектов. Из них территория бывшего завода имени Ухтомского, предприятие Атесси и ЛГЖТ. И о результатах проверки смотрите в сюжете. Завалы мусора, полная антисанитария, капитальный ремонт зданий не производился 50 лет. В настоящее время часть помещений находится в собственности офшорных компаний, которым, кажется, нет дела до бомбоубежищ. С остальными будем разговаривать с собственниками этих помещений, которые ненадлежащим образованием содержат их. Те арендаторы, которые там осуществляют свою деятельность, торговую, производством и так далее, по большому счету они должны содержать в ненадлежащем состоянии все защитные сооружения, которые находятся у них под зданием. Во-первых, да, должно быть электричество подведено, должны быть созданы условия, в первую очередь тепло, вода, при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций. А вот в действующих предприятиях ОТСИ и ЛГЖТ все намного лучше. В укрытии есть комнаты для отдыха, приема пищи, душевые, санузлы. По мнению специалистов, защитные сооружения готовы принять людей в случае чрезвычайных ситуаций. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.